И снова, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры. В данном видео мы в неочередной раз вынуждены будем с вами вернуться в ужасающие преступления, которые произошли на территории России. Насколько вы понимаете, речь пойдет об убийстве в Адлере, двух представителей правоохранительных органов Российской Федерации, а также об убийстве уже совершенном представителями самих правоохранительных органов в Новосибирске одного из азербайджанцев. Ну что ж, давайте приступим. Некоторые из вас уже неоднократно писали мне в форме комментариев такое критическое заявление, что я во всем и всегда вижу представителей армянства. Я их не вижу, они всплывают. В частности, они всплыли и в той самой главной причине, которая заставила меня записать данное видео. Это статья, вышедшая на странице главной газеты армян России. Россия-Армения.Инфо Статья крайне четко характеризует провокационные действия, исходящие от Армении, мимо которых я не могу проходить мимо, и мимо которых ни один азербайджанец не сможет пройти мимо. В частности, давайте прочтемте название статьи. Русские в Баку стали заложниками инцидента в Новосибирске. Более смешного названия, неадекватного названия, я не могу даже представить. Если наших русских, наших русских, это наши русские, я подчеркиваю, это граждане Азербайджана, никто не посмел косо взглянуть после 20 января 1990 года, то о чем идет речь? После ввода в войск приказ на ввод при этом шел из Кремля, то есть опять-таки от условно России никто не посмел косо взглянуть на русских, на наших русских. Поэтому данное заявление уже является провокационным и исконно лживым. Да, вот так именно я бы сказал. Но некоторые из вас сейчас спросят, Кемран, это хорошо, а при чем здесь убийство в Адлере? Для того, чтобы ответить на данный вопрос, мы должны перейти к следующей статье. Жириновский и убийства в армянском Сочи. В общем-то, правильное название статьи. Жириновский начал критиковать азербайджанскую диаспору в отношении неких призывов, звучавших от азербайджанской диаспоры, в отношении более жестких действий касательно российского правоохранителя, совершившего убийство. Убийство азербайджанца. При этом Жириновский не обратил внимания, видимо, что именно старейшины той же самой азербайджанской диаспоры остановили какое-либо жесткое воздействие. Тоже интересный момент, о котором Жириновский забыл упомянуть. Он забыл также упомянуть следующий момент. Это то, что правоохранители любой ценой стараются отмазать сейчас убийцу. А ведь, как ни крути, правоохранитель, один из правоохранителей совершил именно убийство. И его с трудом, с громадной натяжкой можно как-то притянуть к непредумышленному. Потому что оружие находилось у полицейского в руках в момент, когда руки молодого азербайджанского парня лежали уже на капоте. То есть, это во многом умышленное убийство. Не так ли? Возможно, он хотел ранить, но уже лежачего. При этом, крайне противно звучит, крайне противно осознавать тот момент, что Жириновский, обращая внимание на убийство в Новосибирске, закрывает глаза на преступные действия, произошедшие в Адлере, в Сочи. А почему? Или там не были убиты люди? Там были убиты не просто люди, а правоохранители из незарегистрированного ружья. То есть, двойное преступление. Не так ли? Интересно. Интересно, дорогие друзья, осознавать то, что и так смешная фигура Жириновского становится еще более смешной. Так же смешно выглядит молчание Затулина, а ведь он, в общем-то, можно сказать, является своеобразным смотрящим от Российской Думы за частью Юга России уж точно. за Сочи. Почему же такая тишина в отношении данного преступления? При этом с пеной урта кричат о событиях в Новосибирске. Непонятно. И молчат уже не первый день. А ведь преступления в частности в Сочи, в Адлере происходили на протяжении многих лет. На эти преступления закрывал глаза Затулин, хотя уже давным-давно выбирается именно от Сочи в Государственную Думу России. Интересно знать, сколько откатов он получил за слепоту. Какова сумма этой слепоты? Не знаю. Не знаю, дорогие мои. Не знаю. Вы посмотрите внимательно на то, как тесно примыкают друг к другу дома. Там живут люди. Я не буду сейчас запускать данные видео, их несколько, чтобы не превращать свое видео в бесконечное. Я просто показываю отдельные моменты. И сейчас объясню, почему. Давайте с вами представим, что произошло ЧП. взрыв, теракт, пожар, возгорание. Скажите мне, сколько народу в этом случае погибнет в данных анапских фавелах? Вот еще вам свидетельство ужасающей наполненности буквально каждого миллиметра гаражными домами. Посмотрите на это. Посмотрите. и вернемся к вопросу. Давайте представим себе, что произошло ЧП, взрыв, теракт, любое ЧП, которое может вызвать либо огонь, либо взрывную волну. Скажите мне, сколько народу в этом случае погибнет в этих фавелах? И сколько народу проживает в этих фавелах? Я думаю, что далеко не одна тысяча человек проживает в этих домах. Теперь давайте с вами зададим здесь вопросом. В случае гибели этих граждан России кого будут обвинять русский же народ себя? Нет. Они будут обвинять власти. И в общем-то они будут правы, потому что власти не побеспокоились об их жилье, не снесли эти фавелы и не построили дома. Понятно. Но что самое интересное, люди не хотят переезжать из этих фавел. Почему же? Как вы думаете? На мой взгляд причин несколько. Первое это близость к морю, потому что по понятным причинам селить людей навряд ли будут столь близко, сколько они проживают сейчас. Просмотрев те видеоролики, которые я вам предоставлю, вы сможете убедиться, что эти дома находятся в 500 метрах от моря. Вы можете себе представить, что такое 500 метров и сколько стоит аренда данного жилья в связи с близостью к морю. Вот просто представьте. Второй момент это то, что в случае пожара либо ЧП часть выживших смогут подать в суды. тем более в большинстве своем я больше чем уверен, что данной незаконной застройкой занимались представители армянства, которые неоднократно готовы были подставлять часть своего народа. Это ярчайшими примерами является так называемый в кавычках геноцид в Османской империи и события 80-х годов прошлого века, когда армяне в Ереване кричали о Мияцуме, подставляя армян, проживающих на территории Азербайджана. Вот два примера. Здесь то же самое, идентичная картинка. Те, кто проживают на удалении и четко знают, что они не пострадают, почему им не воспользоваться со временем данной провокацией? Вполне возможно. Не так ли? И знаете, что еще интересно? В ближайшее время, как вы понимаете, приток армянского населения с территории Армении и так называемой в кавычках республики Нагорный Карабах, которая никогда не существовала, количество данных гаражных домов возрастет однократно. Интересно, а кого же будут судить? И будут ли? Или будут ждать следующего ЧП, либо следующего убийства? И об этом ни Жириновский, ни Затулин ничего не говорят. Было бы смешно, если бы не было бы так больно, как я люблю говорить. Давайте с вами послушаем два видеоролика, фрагменты из них, которые просто дополнительно опишут картину, складывающуюся в связи с данным преступлением. Давайте послушаем. Россия 1, Сочи. Два месяца под арестом суд избрал меру пресечения в отношении Вартана Качьяна, расстрелявшего накануне судебных приставов исполнителей в Адлере. Местного жителя обвиняют в совершении особо тяжких преступлений против жизни и здоровья человека, а также против правосудия, за которое предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Как сообщили в краевом суде, принятого внимания поведения Качьяна во время совершения преступления, в Садейном он не раскаялся и помощи пострадавшим не оказал. О ходе расследования этого громкого преступления и о том, что сегодня происходит на месте трагедии в материале Надежды Бескровайной. Сейчас на месте трагической гибели сочинских приставов лежат цветы. Хапки роз, гвоздики с траурными лентами. Цветы сюда приносят и местные жители, и гости курорта. Одними из первых здесь побывали представители армянской диаспоры. Стихийный мемориал посвящен Альберту Агазиан и Андронику Мативосяну. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент убийства. На улице просвещение приставы контролировали исполнение решения суда, о сносе самостроя. 60-летний мужчина, который назвал себя его владельцем, открыл по Альберту Агазиану и Андронику Мативосяну огонь. Агазиан подлежал, начал его просить, чтобы он успокоился, закрыл его с собой и повернулся в этот момент просто. Альберские правоохранители сообщают прибывшему на место прокурору Краснодарского края Сергею Табельскому детали трагедии и информацию о строении, которое стоило жизни двум молодым мужчинам. Активные работы по сносу в этом микрорайоне начались летом 2018 года после крупного пожара, в котором погибло 11 человек. Тогда суд обязал владельцев снести строение за свой счет, но этого до сих пор не произошло. В дело вмешались приставы. Вы сами слышали, то здесь виноваты и власти с затягиваниями, потому что получали, видимо, хороший откуп. В частности, получал, скорее всего, и неспроста поддерживал армянство Затулин. Во всяком случае, пускай попробует кто-нибудь это отрицать. Продолжая говорить на данную тему, мы переходим к следующему видеоролику. Давайте его тоже посмотрим. Жители Адлера несут цветы к месту трагической гибели двух судебных приставов Альберта Агазяна и Андроника Мативосяна, застреленных накануне при выполнении служебных обязанностей. На месте происшествия возле стихийного мемориала армянская диаспора Сочи организовала гражданскую панихиду. То есть двоих делают героями, а третьего даже само армянство выставляют чистым преступником. Интересный момент. А ведь его ваш Жазатуллин довел до этого, столь любимый армянство, закрывая глаза на данные самостройки и прочие представители армянства, которые строили и покрывали вот эти незаконные застройки. Что же армянская диаспора не говорит об этих преступниках, которые доводили ситуацию до такой развязки? И большинство из них были именно из представителей армянства. Не так ли? Знаете, я не буду долго скажем так акцентировать ваше внимание на дальнейших видео, вы их сможете посмотреть, их только два осталось. Погибли при выселении. Здесь более обширные видеоролики, где говорится о многом, но я не буду сейчас останавливаться на этом, чтобы не превращать свое видео в бесконечное. Я хочу задаться опять-таки одним единственным вопросом. Если вы вините, в частности такие, как Владимир Жириновский и ему подобные, азербайджанскую сторону, азербайджанскую диаспору, то почему же вы молчите о бездействии, о преступном бездействии армянской диаспоры в Сочи и о представителях, лоббистах армянства в данном регионе? Почему же вы молчите об этом? Может быть вы скажете что-нибудь Затулину? Ведь у вас бывают, наверное, в Государственной Думе периодически так или иначе встречи, столкновения. Скажете свое негодование или промолчите? Или будете ждать, что вам скажет Кремль? Не знаю, не знаю, дорогие друзья, что здесь можно еще добавить. Могу сказать только одно. В следующем видео мы поговорим с вами об одном факте, в частности, это главная тема будет, это ознакомление вас с одним фактом, касательно предательской миссии Маргариты Симоньян против России в отношении Украины. Если я вас заинтриговал, так же речь пойдет и об армянстве. Пожалуйста, не пропустите. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Всегда ваш Сейдов Камран. До свидания. До свидания. Редактор субтитров